Добрый вечер, Гомель! Мы в прямом эфире. Сегодня настоящий летний вечер, когда много музыки, хорошее настроение и обязательно вкусная еда. В эти дни Гомель готовится ко второму гастрономическому фестивалю «Городская еда», который пройдет уже совсем скоро, 27 августа. Кстати, организаторы обещают новый формат мероприятия, где будет много не только еды, но и музыки. И вот сегодня в нашей студии один из участников этого фестиваля, музыкант, известный гитарист Андрей Васильев, руководитель группы «Васаби Джазбэнд». Добрый вечер, Андрей! Здравствуйте! Очень рады видеть сегодня тебя у нас в гостях. Знаешь ли ты, что на самом деле будешь самым главным экспертом сегодня на нашей телевизионной кухне? С огромным удовольствием. Ну, тебе предстоит попробовать очень много вкусных, любимых в народе блюд, и я надеюсь на твое объективно. Здорово, у меня уже аппетит такой. То есть ты сегодня не обедал? Ну что ж, тебе это предстоит. Что мы едим? Тема нашей сегодняшней программы о пользе и вреде любимых в народе блюд мы поговорим сегодня не только с музыкантом, но и с диетологом и производителями продуктов питания. Дорогие друзья, сегодня в прямом эфире советы экспертов и кулинарные рецепты, поэтому оставайтесь с нами. Дорогие друзья, что вы едите? Какие продукты выбираете на каждый день? Вот мне интересно ваше мнение, как вы относитесь к современному фастфуду, к овсянке и к мороженому. Звоните в студию 37519, оставляйте свои сообщения в Вайбере, а также рассказывайте нам свои рецепты любимых блюд в нашей группе ВКонтакте. Ну а я пока хочу пригласить в студию эксперта, который поможет нам разобраться, правильно ли мы питаемся. Итак, встречайте, Татьяна Евгеньевна Гавриленко, врач Центра превентивной гастроэнтерологии РНПЦ «Медицина и экология человека». Добрый вечер. Татьяна Евгеньевна, вы меня уж извините, но я, наверное, начну сегодняшний разговор с такого, скажем, нетрадиционного вопроса. Дело в том, что по данным Белорусского статистического управления, белорусы стали экономить на картошке и переходить на овсянку. И вот такой вопрос. А что полезнее, картошка или овсянка? Уверена, что полезнее все-таки овсянка. Овсянка – это кладезь продукта, такой замечательный продукт, который содержит в себе массу нужных для человека микроэлементов, пищевых волокон. И, наверное, все-таки Беларусь подхватила эстафету здорового питания. Наверное, вот именно это есть причина, почему все-таки овсянка начала лидировать. Хотя картошка, второй хлеб для Беларуси, конечно же, все равно останется. Ну, в любом случае, этот факт вас радует. Очень. Скажите, а каким вообще должен быть рацион современного горожанина-белоруса? Он должен быть полноценным и разнообразным. Потому что мы живем в современном динамичном очень мире, когда человек должен подхватывать самое новое, самое перспективное передовое. Мир захлестнула, и она была признана ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Всемирной Организацией Здравоохранения средиземноморской тип питания или средиземноморская диета. Я думаю, что все-таки, наверное, к ней мы должны тоже стремиться. Где основу все-таки у нас в этой средиземноморской диете составляют крупы и каши. Вот куда наша овсянка должна, наверное, входить в первую очередь. Уже и входит, получается. Вы знаете, вот я смотрю, Андрей, он полностью с вами согласен. Вот прям с удовольствием его слушает. Андрей, мне вот интересно, а что едят музыканты? Вот овсянка, например, входит в рацион творческого человека. Конечно, каждое утро овсянка с бананом, персиком, сыром. То есть мы сегодня у нас не получите тебя удивить. Мы хотели... Ну, я с огромным удовольствием попробую. Ну, хорошо. А вот как насчет бургеров? Тоже очень нравится, очень любим. Уважаешь фастфуд. Ну что ж, сегодня у тебя будет возможность попробовать самые модные в этом сезоне в Гомеле бургеры. Дело в том, что у нас в гостях новый гомельский ресторан быстрого питания «Бургер Клаб». Проходите, пожалуйста, ребята. Добрый вечер. Я хочу представить Николай Факшиев, повара ресторана, и Любовь Коробко, повар ресторана «Бургер Клаб». Расскажите, пожалуйста, что будем готовить сегодня в прямом эфире? Сегодня вместе с зрителем мы приготовим самый обыкновенный традиционный салат «Цезарь» с креветками. Ну, не лукавьте самый традиционный обыкновенный. Ну, да, может быть, не традиционный. Наш фирменный салат «Цезарь» с креветками, черный бургер и охлаждающий напиток «Мохито». Настоящее летнее меню. Давайте поаплодируем. Приглашаю вас к столу, что называется. Ребят, скажите, черные бургеры, кто их вообще придумал? Из чего они готовятся? Ну, впервые черные бургеры появились в Японии и стали частью акции, которая продлилась недолго. Эти бургеры отличались не только своим внешним видом, но были очень полезны. Японцам удалось открыть секрет. Основной секрет заключался в том, что в состав этих булочек входила черная каракатица. Вот почему они черные. Да, это наш маленький секрет. Мы раскрыли только что секрет черного бургера. Хорошо, пожалуйста, приступайте. Скажите, пожалуйста, что скажет современная диетология насчет каракатицы и черных бургеров? Ну, каракатица вообще замечательный продукт сам по себе. Это белковый продукт, содержащий огромное количество йода, как любой морепродукт. Ну, наверное, противопоказан только человеку, у которого аллергия на морепродукты. Татьяна Гейна, вы когда-нибудь употребляли уже черный бургер? Нет, у вас сегодня будет такая возможность. Ну, я вот смотрю, что на самом деле порция довольно большая. Николай, вот вы можете показать нашему оператору, что вы сейчас делаете, да? Потому что порция большая, я так понимаю, начинки для нее надо значительно, да? Любовь, расскажите, что входит в состав такого удивительного продукта, как черный бургер? Раскроем наш маленький такой секрет. Раскрывайте. В состав черного бургера входят самые, как бы сказать, обыкновенные продукты. Соус наш фирменный, но это маленький секрет. Лук, помидор и салат, и фирменная качета. А теперь все поэтапно, расскажите. Взяли черную булочку. Значит, наш повар взял черную булочку, на верхнюю шляпку налил соуса, положил лук, сверху укрыл это листиком салата. Одну секундочку, а лук это сырой лук или какой-то маринованный? Можно использовать, конечно, маринованный, но у нас сейчас это сырой. Я хочу уточнить у режиссера, видно ли, как мы готовим это удивительное блюдо? Да, все, видим, да. Мне подсказывают, что даже за пультом уже облизывается. Итак, после листьев салата, так, пошли помидоры. Он укладывает у нас помидорки, красиво. И дальше идет... А, дальше идет самый важный ингредиент. Да, самый важный ингредиент. Что это? Котлетка. Из чего она? Из говядины. Приготовленная собственными руками. Ну, это маленький наш секрет. Сколько у вас секретов много. Остается маленьким секретом. Так, сверху что? Это особый фирменный соус. Тоже маленький секрет. Наш фирменный. Андрей, я не понимаю, почему ты там сидишь? Скорее. Дело в том, что сейчас кто-то из нас троих должен это попробовать. Мне так хочется это попробовать. Подходи. Вы хотите сказать, что бургер уже готов? Да. Да. Вуаля. Вы чувствуете запах? Так аплодируйте. Какая красота. Спасибо. Подождите, Андрей, подождите. Я знаю, что вы все музыканты очень-очень как бы, да, лихие парни. Я бы хотела спросить. Бургер не маленький. Я знаю, что вот есть книги по культуре питания, как употреблять этикет. А есть ли какие-то, скажем, правила для потребления фастфуда? Любовь. Я думаю, что здесь зависит все от аппетита. А, то есть тебе правила не нужны? Побольше, пихай. Андрей, давай-ка ты сейчас прямо. Можно пробовать? Да. И самое главное, покажи нам правила этикета потребления фастфуда, а мы тебя поддержим. Ну, я так по-постому так буду. Это очень вкусно. Ты первый раз ешь каракатицу, скажи. Каракатица очень вкусная. Ну, тебе понравилось, я смотрю. То есть это первый черный бургер в твоей жизни. Спасибо. Бери тарелку. Спасибо большое. Жуй. Пожалуйста, приятно. Ну, что ж. Я думаю, нам тоже сегодня с вами что-нибудь перепадет, да? Давайте накормим музыканта, это святое все-таки. Ну, на самом деле, у фастфуда все-таки много противников сегодня, особенно среди диетологов, вот почему? Казалось бы, аппетитная булочка, котлетка, все такое свеженькое, все натуральненькое. Получается, проблема не в булочке и котлетке, тогда в чем? В соотношении булочки и котлетки. Так, в чистоте употребления этого продукта, потому что это можно кушать эпизодически. Тут посмею себе процитировать заведующего кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии профессора доктора медицинских наук Мараховского Юрия Харитоновича, который когда-то сказал, что плохих продуктов не бывает, есть плохой выбор. Так и с бургером, в том числе. Если он употребляется раз в месяц эпизодически, после физической какой-то нагрузки, когда требуется заместительная энергия, тогда вопросов нет. Пожалуйста. Ну, я вот не могу не смотреть на... Андрей, самое главное не уловил. Я хотела узнать, это вот жареная каракатица? Все. Он готовил сегодня жареную каракатицу. Нет, это не сама жареная каракатица, а она ходит в состав. Очень вкусно. Вкусно. Ну вот, замечательно. Ну, в любом случае, я же сбилась. Я могу продолжить. Да, Андрей, употребляю, но только внимательно слушай, что говорит наш эксперт. Дело в том, что нельзя очень часто употреблять такой продукт. Да, для того, чтобы ты смог заниматься музыкой плодотворно, его надо как лакомство, да, наверное, употреблять иногда. А вы знаете, все-таки согласитесь, фастфуд очень популярный в народе. Миллионы людей по всему миру, они ежедневно отправляются перекусить и выбирают обязательно бургеры. Это уже от этого никуда не деться. Тогда вопрос такой, в какое время, допустим, дня лучше всего употреблять вот такую булочку с котлетой, чтобы, допустим, не навредить фигуре? Давайте так. Бургер бургеру рознь. Есть абсолютно здоровые бургеры, приготовленные из цельнозерновой муки, допустим, это будет булочка, это будет филе отварное, какое-то с низкой жировой нагрузкой, пусть это будет курица либо рыба, большое количество салата и отсутствие соуса. В этом случае бургер полезен, его можно употреблять в любое время. Если так, как вот наш эксперт употребляет сейчас, то это все-таки первая половина дня. Первая половина дня? Ну, сегодня простительно. Спасибо большое. Кстати, вы знаете, в тему есть от Марины вопрос в Вайбере. Ребят, вопрос, наверное, и для вас тоже. Подскажите, точнее, для вас. Подскажите рецепт вкусного вегетарианского бургера. Знаете такую, Любовь? Ну, наверное, может быть, как раз, даже не знаю. Ну, что может быть в вегетарианском бургере, чтобы без котлеты? Солевая котлета. Вы знаете, у меня есть такой рецепт. Я очень люблю бургеры без булочки. И вот вместо какого-то соединяющего элемента, это должно быть капуста, например, те же креветки, рыба, баклажаны. У нас есть, ну, если не бургеры, то у нас есть роллы как раз-таки. Они подойдут, наверное. У нас есть фреш-роллы, как раз можно увидеть их на тарелочке вот здесь лежат. Что в их состав входит? Все диетическое? Да, все диетическое. Поэтому, если вы вегетарианец, то фреш-ролл вам обязательно подойдет. Вы знаете, кстати, вот многие уже производители в угоду моде даже стали оздоравливать этот фастфуд. Мне кажется, это, в принципе, возможная и очень хорошая идея. А вообще, какой бургер, вы говорите, может считаться полезным? В котором цельнозерновая мука использована для выпечки булочки и мясо отварное, либо запеченное. Любовь, скажите, пожалуйста, а можно ли вообще приготовить бургер в домашних условиях, вот на собственной кухне? Ну, допустим, не черный, а какой-нибудь такой классический. Вот несколько советов, если можно, нашим белорусским хозяюшкам. Да, можно приготовить и самим, но он, конечно, все-таки будет отличаться от нашего бургера. Все же лучше, наверное, купить, потому что у нас есть специальное оборудование, есть свои маленькие тонкости, маленькие секреты, которые... Хорошо, а если, допустим, мы сейчас дадим какой-то рецепт нашим зрителям, то давайте пошагово. Возьмем булочку или можно испечь ее самим. Можно ее испечь самим, а можно купить любую булочку в магазине. Специальную даже купить? Да, даже есть специальные булочки. Очень просто. Любые ингредиенты, которые есть у вас в огороде, либо можно купить в магазине. Это может быть салатик, помидорчик, огурчик свежий, огурчик маринованный, лучок. Любые всевозможные ингредиенты. Это где-то грибы могут быть, любые ингредиенты, которые могут вам понравиться, и которые могут есть у вас на огороде. Подготовить, это значит нарезать их. Красиво упаковать и быстро съесть. Ну да, и все. Да, и все, в принципе. Все правильно. Ну что, спасибо вам большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в нашей студии мы готовим бургеры, а на подходе у нас еще овсянка и мороженое. Ну а что едите вы в этот жаркий вечер? Звоните в студию 3-7-519, а также оставляйте свои сообщения в Вайбере. Наш телефон 29-2-3-7-519. Дорогие друзья, добрый вечер в Гомеле продолжается. Продолжается. Впереди нас ждет действительно многообещающий вечер. Дело в том, что черные бургеры мы уже сегодня попробовали, а сейчас будем готовить салат «Цезарь». Очень популярный летом в этом сезоне салат. И вот у нас сегодня в гостях повара «Бургер Клаб», ресторана быстрого питания. Ребята уже готовы к приготовлению. Скажите, пожалуйста, Любовь, каким «Цезарем» будете удивлять нашу зрительскую аудиторию сегодня? Сегодня мы вместе с Колей, поваром, приготовим самый обыкновенный наш фирменный салат «Цезарь» с креветками. Его компоненты – это салат, креветки, которые мы уже предварительно подготовили. А как вы подготовили креветки? Да, у нас креветка королевская, мы ее обжарили во фритюре, поэтому она уже готова. Это мне, да? Да. Можно вам? Но мы оставим для салата. Поэтому креветочки, которые мы уже заранее подготовили, помидорки черри, сухарики у нас будут, сыр джукас, мы уже заранее его натерли здесь, все ингредиенты, оливочки, но это для украшения. И, в принципе, все, ингредиенты все, можно собрать его. Ну что ж, собирайте, мы вернемся к вам чуть позже, не будем мешать. Я думаю, аплодисменты вам помогут. Дорогие друзья, а пока я хочу пригласить в студию человека, который обожает овсянку и знает все об этом магическом продукте. У нас в гостях заместитель директора по качеству, начальник лаборатории, Гомель хлебопродукт филиала Новобелевский комбинат хлебопродуктов. Встречайте, Ирина Владимировна Житникова. Добрый вечер. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Ну и сразу вопрос, что мы должны знать об овсянке? Овсянка – это самый лучший и популярный продукт во всем мире, как здоровое питание. Скажите, пожалуйста, вот из овса делают такие любимые в народе овсяные хлопья. Действительно очень популярные. У каждой хозяйки, наверное, на столе они есть. И меня всегда беспокоил вопрос, насколько они сохраняют всю ценность приготовления. Как они при приготовлении и как вообще они готовятся? Овсянка на сегодняшний день изготавливается. Овсянка изготавливается на высокотехнологичном оборудовании, сохраняет при этом все свои полезные свойства и как бы не нарушает ту природную, природные вкусы. А вы очень хорошо, знаете, сказали про природный вкус, потому что действительно ведь овес – это наш родной, родной такой вот белорусский продукт, который действительно вот как картошка, да, все-таки это наше, растет на наших полях. А вашу вот эту упаковочку зелененькую, да, мне кажется, ее знают… Она была всегда, да. Это с моего детства она еще идет. Это, да, это хит. И даже, в принципе, такой брендинг проводить не надо, я думаю. Нет, нет, это хит на все времена. Ну что ж, в чем польза овсянки? Это самый важный вопрос. Овсянка – это источник энергии, это раз. Причем это источник энергии, который содержит огромное количество микроэлементов, нужных для человека. В первую очередь это фосфор, который она содержит. Она содержит пищевое волокно, которое снижает уровень холестерина, плохого холестерина в крови. И это щетка для нашего организма. Для желудочно-кишечного тракта это, в принципе, незаменимый продукт. Оговориться только об одном можно, если есть непереносимость глютена. Овсянка тоже входит в спектр этих продуктов, содержащих глютен. Это уже отдельная группа людей. Их у нас статистически 1%. Больше у нас их нет. А все остальное – это действительно полезная еда, это диетический продукт для пациентов с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Есть особая форма овсянки – это мелкие хлопья. И либо грубые хлопья – это для людей, которые желающие приобрести здоровый цвет лица, массу тела адекватную и избавиться от некоторых проблем с желудочно-кишечным трактом. А кому может повредить овсянка, в принципе? Никому. Одному проценту жителей планеты. В принципе, вы всем ее рекомендуете. Совершенно верно. Ирина Владимировна, а как вообще выбирать и хранить этот, во-первых, этот нехитрый продукт? Мы можем это показать. Конечно, давайте покажем. Аплодируйте. Во-первых, для того, чтобы выбрать правильно овсянку, мы для начала должны посмотреть срок годности, указанный на упаковке. То есть срок годности овсяных хлопьев – 6 месяцев. Они продаются в герметичной упаковке. Здесь написано условие хранения этого продукта. То есть его можно хранить дома, в невлажном помещении, в сухом помещении, на кухне, в закрытой банке или в коробке. Отлично. Если мы говорим про новокашу, тоже один популярный продукт, который идет… Новокаша – один из самых популярных наших продуктов. Его можно не только… на него не только можно посмотреть, но и потрогать. Меня интересует, как он упакован. То есть это должно быть крупинка-крупинки, никакой влаги, да? Никакой влаги, да. Все рассыпчатое, красивое, замечательная каша. То есть если вдруг порвана упаковочка, мы такой продукт, наверное, и не берем. Нет, ну, это не про нас. Это не про нас. Ну что ж, спасибо большое. Как хранить, мы тоже выяснили. Я, вы знаете, предлагаю разрушить сейчас стереотипы об овсянке, как обычной каше. Я предлагаю доказать, что самой обыкновенной, из самой обыкновенной овсяной крупы можно на самом деле приготовить кулинарный шедевр. Дорогие друзья, я подготовилась. Сегодня мы приготовим одну из самых популярных в интернете и в моей семье, кстати говоря, овсянку ленивую в банке. Вы мне будете помогать? Да. Итак, это очень полезный, очень сытный, быстрый завтрак, который готовится с вечера. Для начала нужна банка. Да. Желательно с розовой крышечкой. Поярче, поинтереснее, повеселее. В эту банку, на самом деле рецепт очень простой, в эту банку мы кладем овсяные хлопья. Подсказывайте, 4 ложки овсяных хлопьев. Раз, два, три, четыре. Причем хлопья наши, овсяные, гомельские, популярные. Затем заливаем это все йогуртом на вкус. Кто какой любит. В данном случае это вишневый, мой любимый. Количество йогурта, да, тоже на вкус. Заметьте, никакой воды, никакого сахара, никакого кипятка здесь нет. Ну а дальше наступает самое интересное. Мы добавляем то, что любим. Я очень люблю бананы, да. Добавляем бананы. Кто-то может добавить что? Мороженую, наверное, ягоду, орехи, ваниль, корицу. В принципе, это может быть все, что угодно. Добавляем тоже по вкусу. Самое главное, это блюдо не надо мешать. Я люблю много таких фруктов. Ничего. Ничего, да. Это полезно. Вот мы добавили вкусное и полезное. А теперь мы закрываем розовой крышечкой. И вот этот красивый продукт, наполненный хорошим настроением и самое главное, наверное, все-таки здоровьем, да, мы ставим в холодильник, ждем утро. И если это завтра в субботу. Всегда ждемся. Да, ждемся. Да, в субботу утром вся семья может полагомиться такими баночками. Причем это могут быть действительно разные разноцветные баночки, ингредиенты. Ну и у меня, конечно же, первый вопрос к вам, Татьяна Евгеньевна. Как вы прокомментируете вот это блюдо, подойдет ли оно для завтрака, для обеда, например, в офисе? И в каких вот посудах его можно, в принципе, хранить? Подойдет однозначно. Единственное, что фрукты я бы добавляла уже перед непосредственным употреблением. А на ночь вот порезанные фрукты я бы не оставляла. Замороженную ягоду вы тоже не рекомендуете? Нет, она пусть размораживается отдельно. Уже добавить ее непосредственно перед употреблением. Очень хороший, кстати, совет. Аплодисменты, действительно, очень важно. Я, кстати, его тоже учту и попробую приготовить. Потому что вы добавите банан, вы добавите яблоко, добавите киви. Оно обветрится, поменяет, во-первых, цвет. И большое количество витаминов тоже улетучится за время. Вы знаете, по вкусу прекрасно, по вкусу замечательно. Но мы же не только хотим добиться вкуса замечательного, мы еще хотим добиться пользы. Андрей, это баночку я дарю вам на завтра. На завтрашнее утро. С огромным удовольствием я попробую. Держите, да, это вам. Попробуйте и скажите, как. Ну, скажите, пожалуйста, а вообще можно ли есть кашу из овса каждый день? Можно. Нужно. Мне казалось, такой калорийный продукт. Нет, не калорийный. Овсянка в среднем по калорийности своей от 60 до 120 килокалорий в 100 граммах содержит. В зависимости от того, как она обработана и какие наполнители у нее есть. А вот про наполнители. Вот мы заговорили сейчас про такой продукт, популярный, как навокаша. Ведь это же что? Расскажите про навокашу. Это овсяная крупа. Смесь злаков. Это может быть или смесь злаков. Овсяные пшеничные и чменные хлопья. И добавлены сухофрукты. Кусочки бананов, ананаса. То есть все натуральное. Все натуральное, да. Мы не используем. Орехи, да, добавляют. Не натуральные продукты. Орехи используются. Изюм. Изюм. Курага, чернослив. Ну разве это не калорийные добавки, которые увеличивают нашу фигуру? Калорийные. Ну вопрос стоял, можно ли есть овсяную кашу каждый день. Овсяную кашу можно. Но вот с добавлениями, возможно, это все-таки, наверное, сезонно. Осень, зима, когда нету свежих в таком достатке, как мы хотим. И для того, чтобы утром полноценный завтрак себе обеспечить, вопросов нет. И в первой половине дня можно есть все. Мне очень нравится сегодня с вами беседовать, потому что вы знаете ответ на все вопросы. Вопрос такой, как правильно все-таки готовить овсянку? Вот мы сделали сырой вариант, да? Попробуем сделать его сейчас с кипяточком, да. А вот на самом деле, какая самая лучшая для нашего организма каша, овсяная? С молоком. Самая полезная каша будет с молоком. Заварить на молоке? Да. Или залить молоком? Можно залить молоком. Это на любителя. На любителя, но видите, мы говорим о пользе. Животный жир, вступая в взаимодействие с растительными компонентами, дает большую пользу. Расскажите нам, пожалуйста, Ирина Владимировна, про овсянку с овощами и фруктами в стакане. Я знаю, что сегодня вы подготовили для нас этот продукт. Овсяная каша с ананасом. У нас вот в таких вот маленьких упаковках. С ананасом и овощная. Овощная, да. Овсянка с овощами. Откройте нам и покажите. Попробуем на камеру. Вот, держите, на камеру, да. То есть это сухой продукт? Сухой продукт, да, без соли, без сахара. Содержит овсяные хлопья и ананас. Андрей, ты с ананасом или с овощами? С ананасом. С ананасом? А я с овощами. Давайте попросим ребят помочь нам, да, с кипятком. Так, открываем, заливаем. Спасибо, Любовь, большое вам. Достаточно? Сколько? Сколько нужно залить? Еще немножко. Смешать надо. Видно нам, подождите, мы залили, размешали и закрыли. А, и все это можно, в принципе, употреблять и в поезде, и в офисе. Это специально была линейка разработана каш, для того, чтобы можно было использовать не только дома, но и в дороге, и в офисе, и вообще для... Моя с овощами, твоя с овощами? Что вы скажете про такую овсянку, вот с овощами в одноразовых стаканчиках? Насколько такое блюдо может считаться, ну, скажем, полноценным обедом для человека, который, например, не употребляет мясо? Овсянка имеет право к существованию, но, опять-таки, не на регулярной основе. Почему? Потому что овсянка, это уже идет, наверное, термически, мало которая подвергается обработке. Вот перед употреблением, значит, это будет более обработанное зерно, да? Нет. Это не грубая овсянка? Это номер три. Это номер три, да. Ну, самое, считается, все-таки полезное, это самая грубая овсянка для человека, у которого... Которую не зальешь просто кипятком, которую надо варить. Да. Ну, я думаю, для завтрака это самый прекрасный, полноценный вообще... Для завтрака лучше сварить. А для, знаете, для музыканта, для завтрака, для ужина стаканчик... Да, это прекрасно. Самый идеальный вариант, да, когда он не знает, где он будет обедать. У нас сейчас такой ритм в жизни, что это просто прекрасный продукт, и... Я думаю, он не навредит. Он еще не заварился, наверное, но мы его попробуем еще. Скажите, пожалуйста, Ирина Владимировна, а что бы вы хотели вообще пожелать нашим хозяйкам, которые вот пользуются сегодня овсянкой? Ваши рекомендации. Я бы хотела им пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы они кушали нашу кашу, не боялись. У нас все экологически чистое, проверенное, за всем ведется тщательный лабораторный контроль на высшем уровне. Поэтому я желаю всем крепкого здоровья, кушайте новокашу, и все будет у вас хорошо. Ой, ну замечательно, да. Катяна Евгеньевна, у вас есть любимое блюдо из овсянки? Да, овсяное печенье. Как вы его готовите? Овсяное печенье, туда сухофрукты добавляются, желток яйца, и все. Что значит овсяное печенье? Берете овсяную крупу? Овсяную, вот, овсянку, хлопья, да. Желток яйца, сухофрукты формируем и на пергамент. И на пергамент, и из духовки сразу употребляем. В принципе, да, должно быть очень вкусно. Я никогда не делала, но надо попробовать. Спасибо большое. А вы знаете, у нас есть телефонный звонок, мне подсказывают. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в эфире. Нету пока звонка. Хорошо, сорвался звоночек, мы ждем. Думаем, наши зрители сейчас перезвонят. Мы просто так увлеклись овсянкой. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что тема сегодняшней программы «Добрый вечер, Гомель» – «Что мы едим?» Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. В прямом эфире «Добрый вечер, Гомель», тема программы «Что мы едим?» Звоните в студию 37519, оставляйте свои сообщения в Вайбере. У нас здесь развернулись настоящие дебаты о пользе овсянки. Ну а сейчас я хочу напомнить, что все-таки лето – время овощей, помидоров и капусты. Татьяна Евгеньевна, сколько овощей надо есть, чтобы быть здоровым? Не менее 400 грамм в сутки. Андрей, вы сегодня… Ты с меня съел 400 граммов овощей? Да, у нас огромная теплица с помидорами, и у нас помидоры на завтрак, на обед, на ужин. А вот помидоры – это, мне кажется, сложный продукт для того, чтобы употреблять его в количестве 400 граммов, нет? Не, ну мы же не говорим конкретно только про помидоры. Хочу, чтобы вы прокомментировали мнение Андрея. Туда входит и огурцы, и помидоры, и кабачки, и салаты, и листья салата. Поэтому вопросов нету. Надо как можно больше, как можно разнообразнее. То есть две большие тарелки салата, в принципе, в день доступны, мне кажется, каждый салат? Вообще, по европейским рекомендациям, только салата листового надо употреблять не меньше килограммов в сутки, для того, чтобы быть здоровым человеком. Красивым. Но мы, к сожалению, не можем себе такого позволить, потому что не у каждого есть приусадебный участок, и не в таком доступе у нас есть в магазинах. А вообще, чем опасен дефицит овощей и фруктов? Опасен. А витаминозом. Витаминозом, потому что мы не получаем микроэлементы полезные, витамины полезные из продуктов, потому что в продуктах они содержатся в оптимальных соотношениях. Это не витаминизированные какие-то добавки, БАДы. Это именно то, что мы получаем. Пектины, если мы говорим по поводу фруктов, которые нам просто жизненно необходимы, мы все-таки живем на территории загрязненной после чернобыльской катастрофы, поэтому пектины нам просто необходимы. Они содержатся фактически во всех фруктах, которые у нас присутствуют на столе и присутствуют в магазинах. И по поводу овощей и фруктов вместе в соотношении мы недополучаем клетчатку, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного отрока. Клетчатка где она содержится? В каких продуктах? Во всех растительного происхождения. Огурцы, капуста, морковь. Ну что ж, вот вы сами так аккуратно и очень красиво подвели к Цезарю. Я вот хочу предложить все-таки его попробовать. Мне кажется, самое время. Татьяна Евгеньевна, Андрей, пожалуйста, присоединяйтесь. Я думаю, что ребята уже приготовили. Удовольствую. Любовь. Говорят, что составляющие этого популярного салата так часто менялись с момента его изобретения, что сейчас даже нет единого мнения, как его готовить. Какие варианты популярного блюда вот этого можно найти сегодня в Гомеле? Можно сказать, что обычно к салату Цезарю традиционно добавляют любые продукты. Это могут быть креветки, это могут быть яйца, это может быть какие-то грибы, это даже огурцы, помидоры, яйца. Яйца, все возможные составляющие, овощи, которые как бы нравятся вам. Но курица, это, наверное, самый главный градиент. Да, курица и креветки. Ну, это такие самые распространенные салаты. Как вам? Замечательно. Отлично. Скажите, а вообще какой салат, рецепт салата считается идеальным? С оптимальным соотношением овощей и белков. Вот это вот будет правильный салат, в котором будет мало соусов, таких как майонез или кетчуп. Это должно быть масло. Лучше, чтобы это было растительное масло. Оливковое. Теперь популярным стало масло виноградных косточек, кундиное масло. Вот это вот будет правильно. Ну, и желательно, чтобы, конечно, жареного там не было. Если бы оно было исключительно отварное, это был бы идеальный салат. Ну, это идеальный салат с точки зрения, конечно же, диетологии, да. Но мы сегодня говорим как бы с разных сторон, обсуждаем и вкус, и аппетит. Как вам? Понравился салат, Цезарь? Ну, конечно же, почему нет? Андрей, я сегодня в восхищении от тебя, а ты в восхищении, по-моему, от бургера. Спасибо, ребят, присаживайтесь. Ну, скажите, пожалуйста, какой же напиток к салату и бургеру вы посоветуете в такую вот жаркую погоду, ребят, Любовь? Ну, наверное, в жаркую погоду, когда хочется пить, мучаясь жажда. Лучше всего подойдет мохито. 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 Если я правильно понимаю, мохито имеет один из главных своих ингредиентов – это лед. Да. Все верно, которого сейчас нет у нас на столе, но, по-моему, он сейчас появится. По-моему, он сейчас появится, да, поэтому готовим и рассказываем рецепт мохито, который, в принципе, может подготовить. Да, у нас мохито самый обыкновенный, у нас Рома нет. Есть мохито. Это будет безалкогольный. Да, безалкогольный, самый простой мохито. То, что надо билетом. Повар сейчас нарезает лайм дольками. Здесь мы уже заранее подготовили мяту, нарвали ее такими листиками. Дальше мы будем украшать. Нам нужен лед, который сейчас подойдет. Сейчас подойдет, да. И будем постепенно закладывать лед, лайм, мяту, чередовать, а дальше у нас будет спрайт. Ага, значит так, мы добавляем спрайт. Вот вам еще стаканы. Давайте, пожалуйста. Так, а лайм – это вообще один из популярных тоже ингредиентов этого напитка. Мне вот интересно, а в чем его сила мохито, как вы считаете, безалкогольного? Лайм, газированная вода, листочек мяты, энергии. Да, мне уже даже не важно, что вы сейчас скажете, я уже так хочу его попробовать, но на самом деле он, мне кажется, еще и очень-очень красивый. Андрей, как вы себя чувствуете, скажите? Мне хочется туда, к столу, посмотреть, как это готовится. Подходи, конечно же, подходи. И хочется попробовать это все. Мне тоже, кстати, нравится, как это готовится. Потому что выглядит это потрясающе. Да, и можно даже помочь ребятам приготовить. О, у нас есть телефонный звонок, мне подсказывает. Слушаем вас, добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире, в прямом. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Наташа. Наталья, слушаем вас внимательно. Вы, наверное, впечатлились нашими сегодняшними кулинарными блюдами и решили рассказать нам какой-то свой рецепт. Да, конечно. Слушаем. Вы знаете что, я часто бываю в бургер-клубе в Лотове, и мне очень нравится. Я бываю там с семьей, и мне нравится, как они готовят. А какое блюдо вам нравится больше всего? Мне нравится пицца. Это вообще у них очень вкусные, они всем рекомендую. Скажите, а черный бургер вы бы уже пробовали? Вот, между прочим, черный бургер я не пробовала. Ну вот, сегодня вы, по крайней мере, познакомились с его рецептом. Скажите, а что вы... Да, я буду попробовать. Спасибо, Наталья. А что вы готовили сегодня для своей семьи на ужин? Нам очень интересно. Ну, я вот хочу попробовать этот черный бургер. О, а вы сейчас прям пойдете готовить черный бургер. Где же вы возьмете ингредиенты с каракатицы, мне интересно знать. Ну, я вообще-то по другому вопросу звонила. По какому? Просто поблагодарить. Спасибо вам большое. Нет, 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 у меня вопрос. Еще есть вопрос? Слушаем. Вы знаете что? У меня дочка, у нее скоро будет день рождения. И я хотела бы спросить, можно провести праздник этот в бургере? Детский. Да, детский праздник. Спасибо большое. Хороший очень, кстати, вопрос. Ребята, у вас есть детское меню, вот спрашивают наши телезрители? Да, конечно, у нас есть специальное детское меню для детей. Это комбо-меню. Если вдруг приходят... У нас вообще приходят семьи большие. Бывает, что приходят и бабушки, и дедушки. Потому что это вкусно. Вот. И практически безвредно. И, кстати, сладкие кексы, да, это вот тоже их детское меню, которое сегодня в нашей студии. Да? Все верно? Да. Спасибо большое. Мохита еще готовится. Дорогие друзья, пока Мохита у нас в дороге, как говорится. Кстати, спасибо большое за лед. Я хочу напомнить, что сегодня мы узнали некоторые секреты приготовления современного фастфуда, очень модного салата и, конечно же, любимой овсянки. Ну а далее в нашей программе о самом вкусном десерте, лакомстве, которое любят все, о мороженом. Андрей Васильев, известный гитарист, руководитель васаби и джазбэн. Сегодня наш эксперт по еде. Дорогие друзья, я напоминаю, что тема нашей программы «Что мы едим?». Андрей, «Бургер Клаб» просила передать этот Мохита. Для тебя спасибо за музыку, за настроение, которое ты сегодня создаешь в нашей программе. И не могу не спросить про овсяную кашу в стаканчике с ананасом. Мне очень понравилась каша с ананасом. Она нас дает какой-то вот такой сладкий привкус. Это очень вкусно. Ну, в принципе, ты готов употреблять ее где-то в офисе, в дороге? Это очень удобно тебе показать, да? Я теперь буду знать, обязательно буду покупать. Скажи, пожалуйста, Андрей, а как ты относишься к мороженому? Любишь ли ты его вот так же, как я? Обожаю пломбир. Моя основная любимая лошадь. А сколько пачек в день мороженого ты можешь есть? Три-четыре. С огромным удовольствием. Ты знаешь, сегодня у тебя будет такая возможность. И не только у тебя. Наши партнеры компании «Ингман мороженое» обещали накормить мороженым всех сегодня в этой студии. Но прежде чем насладиться прохладным лакомством, я предлагаю поговорить о том, как правильно его употреблять. А также очень хочется узнать, какое мороженое выбирают гомельчане и что предлагают сегодня производители. Об этом нам расскажет представитель компании «Ингман мороженое». У нас в гостях Лариса Акацура. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь, Лариса. Ну, какое мороженое самое популярное у гомельчан? Расскажите нам. Как и маленькие, так и большие гомельчане любят мороженое. И любят мороженое разное. С разными вкусами. Не знаю, какое мороженое любите вы, но, видите, без мохита мы сегодня никак. Да, вообще замечательно. Ваше здоровье. Да, вам тоже. Но самое популярное и неизменно остается это пломбир в вафельном стаканчике. Хотя наша любимая лакомка ему не уступает. Кстати, а вот в моем детстве мороженого много не было, как, наверное, и в вашем. Пломбир был самый-самый действительно популярный, самый любимый. И я всегда хотела узнать, из чего же он делается. Не столько технология, сколько какие продукты. Почему он такой вкусный, пломбир? Ну, я могу вас заверить, что тот пломбир, который мы пробовали в детстве, и тот, который у нас сейчас есть, очень похожий. Не сказать, чтобы они были один к одному одинаковы, но то же самое сгущённое молоко, то же те же самые сливки. В ламбир входит сгущённое молоко? Да, да. Те же самые сливки и масло, всё там же находится, и сахар. Потому что это десерт, это сладкое лакомство. Вот так ничего почти не поменялось. Ну, знаете, тогда, наверное, один из самых главных вопросов сегодняшнего эфира. Расскажите нам, пожалуйста, как делается современное мороженое на крупных фабриках? Это сложный процесс, достаточно длительный процесс. Его делают профессионально обученные люди на современном технологическом оборудовании. Он многоэтапный, в основном механизированный, автоматизированный, хотя ручной труд у нас имеется место, когда мы фасуем мороженое уже готовое в коробке. Вот. В среднем по притяжённости он занимает 24 часа. Чтобы сделать одну порцию мороженого, уходит сутки? Ну, одну партию мороженого. Да, будем так говорить правильно. Вот сегодня современные производители, вот каждый сезон, они вот выдумывают что-то новенькое, да, чтобы вот как-то удивить нас всех. И мне очень интересно, я думаю, нашим зрителям, а что сегодня всё-таки добавляют вот в это народное любимое лакомство? Да, фантазия производителей не знает границ. Я считаю, что это хорошо, потому что потребителю предоставляется возможность выбрать что-то новое, и наверняка что-то вкусное. И мы не являемся исключением, и в этом году выпустили новую линейку мороженого, йогуртное, которая изготавливается с помощью закваски, которая содержит молочнокислые микроорганизмы, является собой аналогом замороженного йогурта. Мы выпускаем его в форме рожка, туда добавляем фруктовый и ягодный наполнитель, вот, и оно очень вкусное, мне оно нравится. Вы знаете, Лариса, что мне сегодня нравится, что вы с опаской поглядываете на нашего эксперта-ворача, когда рассказываете о мороженом, но его мнение об этом продукте мы ещё услышим. Но дело в том, что я бы хотела напомнить нашим зрителям, точнее сообщить, что сегодня в мире на самом деле существует более 700 видов мороженого, я даже представить не могла, что так много. И при желании можно найти в ресторанах мороженое со вкусом лука, анчоусов, жареной картошки и даже одуванчиков. Бешеную, кстати, популярность в мире набирает чёрное мороженое. Такое странное мороженое начали делать в Японии. Вкус у него кунжутный, цвет не столько чёрный, сколько пепельно-серый, и такое чёрное мороженое, говорят, полностью натуральное. Ну а чёрного цветопроизводители добиваются добавлением кокосового пепла, который похож на активированный уголь и очищает организм. Вот так вот. Ребята, вот в Гомеле я чёрного мороженого, конечно, ещё не видела. Ребята, но вот хочу спросить про жареное мороженое. Что вы знаете о таком блюде, Любовь? Мы, конечно же, знаем, поскольку у нас в заведении готовится такое жареное мороженое. Но, опять-таки, раскрыть тайны мы не можем. Потому что это всё-таки фирменное наше блюдо тоже. Ну какой хоть принцип его приготовления? Берётся мороженое и жарится на сковородке? Нет, жарится оно во фритюре. Жарится оно во фритюре буквально пару секунд, и всё. Иначе, если его передержать, оно может, конечно же, растаять и выйти. Ну я хочу просто предупредить зрителей, что на экране мы сейчас показываем не жареное мороженое, а, по-моему, чёрное. А, нет, всё, правильно, это жареное мороженое, вот такое вот аппетитное. На самом деле его, оказывается, тоже можно попробовать и в Гомеле. Ну что ж, я бы хотела, наверное, поговорить с Татьяной Евгеньевной о том, чем же полезно мороженое. Зачем вообще его есть? Кроме того, что это бесподобное лакомство. Ради удовольствия. И всё? Да. Никакой пользы? Сертанин содержит гормон радости. Вот, действительно, нашли. Вырабатывали. Нашли плюс. Скажите, если мороженое, вот говорят, что изготовлено из натуральных продуктов, ну, значит, оно по логике должно обладать всеми полезными свойствами этих продуктов, так ли это? Ну, наверное, да. Суммируем. Мы всё суммируем и соединяем, получаем готовый вкусный, полезный продукт. Согласно? Да, слушаю, вы хотели, чтобы... Нет, я, кроме того, что там всё равно содержится сахар, и меня поддержат стоматологи, наверное, что всё-таки это тоже не должен быть продукт для регулярного употребления. Но себя побаловать, конечно же, надо. Ну, вот смотрите, Андрей употребляет 4 порции в день, ну, с охотки, да? Но я скажу честно, я бы с удовольствием съела и 2 порции в день. Всё зависит от, ну, как вам сказать, от фигуры, правильно? Я делаю, у меня есть один секрет. Если я хочу съесть мороженое, я делаю это только вечером, в жаркий день. И я стараюсь в течение дня ничего не кушать. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения, да, как бы, ну, на диете так поселить иногда можно. Вы знаете, вот тогда такое мороженое мне совершенно не вредит, а приходит как бы в радости и удовольствии. Но я вот хотела, Лариса, у вас спросить, а правда ли, что хорошее, качественное мороженое тает медленно? И мне всегда будет интересно, от чего это зависит. Ну, будем так говорить, что мороженое – это всё-таки замороженный продукт, и оно по-любому, как говорится, растает. Никуда оно не денется. Ну, должно таять медленно, да? Да. Но чтобы оно не таяло медленнее, надо, чтобы у этого мороженого была хорошая структура и консистенция. Это достигается на производстве с помощью различных технологических приёмов. Вот. И именно, именно хорошая консистенция и структура мешают мороженому быстро растаять. Но у нас всё равно растает. Вот. Ну, так сладкая женщина. Вот я знаю, что это человек, который… Знаете, в чём работа заключается, Ларисы? Пробовать мороженое. Вот как дегустатор, да? Каждый день. Каждый день. Каждый день. Это совершенно не вредит вам, я хочу сказать. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших зрителей. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Светлана Ивановна. Может, я бабушка Света. Ой, Светлана Ивановна, бабушка Света, мы очень рады, что вы к нам позвонили. Слушаем внимательно. Я хочу поблагодарить именно администрации, поварей этого кафе. У нас это, можно сказать, как семейное. Бургер. Бургер, да. Бургер-клуб, понятно. Бургер-клуб. Вот. Значит, ну, когда у нас получается выходной, мы всей семьёй идём в этот бургер. Ну, и отдыхаем, конечно, от ежедневных забот, от всего. И вот ещё вот это самое. Мне очень хочется попробовать жареное мороженое. И мне тоже. И мне тоже. Мы ещё не пробовали. Ну что ж, у вас есть такая возможность. Вот обязательно у нас в воскресенье получается всей семьи выходной. И мы обязательно... И у вас уже есть конкретный план. Да, да. Спасибо. И обязательно это очень хорошее кафе. А можно задать вам вопрос, что вы готовили сегодня на ужин для своей семьи? Я вот сейчас у меня все, можно сказать, на работе. Так. Мы с внучей. Салатик. Лёгенькую котлетку ей. А бабушка себе салатик. Без котлетки. Да. Ну, каша вся, она и по утрам, это у нас... Святое. Обязательно. Спасибо вам большое. Вы знаете, эти аплодисменты из студии для вас. Ну, у меня есть вопрос, как выбрать мороженое. Мороженое, чтобы не нанести ущерба для стройности фигуры. Вот как? Оно должно быть, наверное, фруктовое, сейчас скажут мне вот зрители. Ну, низкокалорийным, наверное. Но это не для нашего продукта, потому что оно, прежде всего, сладкое. Хотя мы изготавливаем йогуртное мороженое, но по сравнению с пломбиром имеет более низкую калорийность. Но в основном это высококалорийный продукт. Скажите, пожалуйста, Лариса, без этого совета, без этих ценных советов мы вас сегодня не отпустим. Как выбрать мороженое, чтобы оно было качественное, вот по цвету, вкусу, запаху? Потому что мы, вот знаете, когда жарко, готовы съесть любое мороженое. Вот на самом деле, как не навредить своему здоровью? Да. Выбирая в магазине мороженое, надо помнить то, что мы его не можем, как вы сказали, по запаху и по вкусу определить, потому что оно герметично упаковано. Это относится ко всем пищевым продуктам, это обязательное требование. Поэтому, когда мы берем в магазине мороженое, мы смотрим на упаковку, целостная она или не целостная. На второе обращаем внимание, это дата изготовления, сроки годности. А сколько может храниться мороженое, например, в домашней морозилке? Ну, будем так говорить, в всех нормативных документах, что у нас действует на территории Республики Беларусь, температура хранения должна быть минус 18, не выше. В морозильной камере бытового холодильника, я думаю, вряд ли вы такой температуры можете достигнуть. Но кратковременно хранить можно, лучше его съесть. Лучше его сразу съесть, действительно. У нас есть телефонный звонок, по-моему, для вас. Слушаем внимательно. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Николай. Николай, мы очень рады, что вы позвонили к нам на прямой эфир. Слушаем вас внимательно. Я хочу поблагодарить администрацию, коллектив Игман Мороженое. О, замечательно. Их не качественный хороший продукт. Всегда можно с удовольствием его покушать. И сколько же вы пачек в день съедаете мороженого? Ну, я бы съел много, но обычно одну-две. Ну, вот вы можете... Лаковку йогуртная, вот эта мне нравится. А пломбир, пломбир, наверное, любят... Пломбир тоже, естественно, это тоже. Это еще пломбир, это же мороженое детство. Спасибо вам большое, спасибо за этот звонок. Ой, мороженое, говорим о мороженом, уже не знаю, мне кажется, его давно пора есть, да. Но, кстати, прежде чем мы приступим к этому чудесному процессу, я бы хотела зачитать несколько сообщений в Абере от наших зрителей. Так, какой срок хранения натурального мороженого мы выяснили? Изначально салат Цезарь употреблялся руками, а не вилками. Это так, к сведению сообщили, да, наши зрители. Так, добрый вечер, Гомель, пишет Ирина. Летом на даче я готовлю холодный салат с макарошками и сезонными овощами. Какая прелесть. Он прекрасно хранится в холодильнике и освежает. Кстати, спасибо, Ирина, за чудесный совет такого летнего меню. Так хочется сейчас подальше от городской суеты оказаться на далеком острове, пишет Ольга, пить клубничный мохитой, под плеск волн читать интересный роман. Замечательно. Так, расскажите, как правильно пить мохито. Наверное, мой перевернутый стакан навернул на такой вопрос. Слышала, что это особый ритуал, спрашивает Елена. Мы сможем ответить на этот вопрос? Я вам расскажу. Берите мохито. И просто пейте. Не жарко и прохладно. Кстати, у нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер, вы в эфире. Вы в прямом эфире. Говорите с нами. Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я тоже очень люблю мороженое. Но дело в том, что я хотела бы есть мороженое с заменителем сахара, потому что я слежу со своей фигурой. И, к сожалению, не могу его найти. Как-то планируется выпускать такое мороженое? Спасибо. Очень хороший вопрос. Да, у нас и было, ну, как бы у нас и есть это мороженое с заменителем для сахара, с орбитом, для людей, страдающих с сахарным диабетом. Такое мороженое, в принципе, существует. Надо повнимательнее, наверное, его поискать. Но я думаю, что ни вкусовые качества, ни польза, да, от этого, как бы, наверное, не теряются. Вы любите мороженое? Да. А вы? Да. Так же, как люблю его я. Ну что ж, еще одно сообщение, точнее два. Олеся пишет. Приятного аппетита и добрый вечер, Гомель. Это, наверное, всем нам пожелала наша телезрительница. А мы едим роллы с тунцом и помидорчики с грядки. Ну, по-моему, тоже замечательный летний ужин. Ну, а теперь сообщение, которое, ну, которое прекрасно подойдет для финала нашей программы. Оно от Анны. Андрей, будьте внимательны. Можно ли попросить Андрея Васильева соиграть что-нибудь, душевное в этот летний вечер. Я его просто обожаю. Ну что ж, мы, конечно же, не можем оставить без внимания эту просьбу. Спасибо, Андрей. Просим. Субтитры подогнал «Симон»! Дорогие друзья, вы не поверите, но я всю передачу ждала этого момента, чтобы сказать вот эти волшебные слова. Мороженое в студию! Кстати, мороженое, раздавайте, пожалуйста, угощайте. Мороженое – это лучшее лекарство от стресса. Вот одно из недавних исследований немецких врачей показало, что обычное мороженое великолепно снимает нервное напряжение и переутомление. И объясняется, кстати говоря, это тем, что молоко и сливки, из которых его производят, содержит L-триптофан – очень эффективный натуральный транквилизатор, поднимающий настроение и успокаивающий нервную систему. Девушки, угостите мороженым ведущую, пожалуйста. Ученые, кстати, отмечают, что это вещество даже помогает справиться с бессонницей. Я вас благодарю. Да, мечтала о мороженом весь вечер. Вы знаете, очень уже хочется съесть свою порцию мороженого после такого жаркого, согласитесь, сегодня эфира. Ну что ж, мы приступаем. Вы слышите, как шуршат наши упаковки в студии. Дорогие друзья, спасибо всем. Спасибо всем за этот чудесный добрый вечер. Спасибо нашим гостям, спасибо нашим зрителям, нашим телезрителям. Я, конечно же, хочу пожелать всем хороших выходных и такого хорошего, вкусного, прохладного вечера. С вами был добрый вечер Гомель с Натальей Волынец. Увидимся, пока.